Привет, Олег! Спасибо, что пришел к нам в гости в очередной раз. Мы рады тебя видеть. И первое, с чего начну, сразу в лоб – творческие планы. В Рязани начался сезон, когда можно встречать рассветы. Ты нашим телезрителям, по крайней мере, и вообще в Рязани больше всего известен как человек, который ловит рассветы на камеру. Вот, может быть, есть в этом году какие-то новые интересные задумки? Я на этот сезон планирую достаточно большое количество выездов, как по территории Рязанской области, так и за территорией Рязанской области. Безусловно, творческие планы грандиозные реализовать, которые, я думаю, мне в этом году получится реализовать. Вот поэтому, я думаю, будем двигать и будем продолжать заниматься тем же, чем мы занимались. Пока ты выезжал в долгие годы в разные точки нашего региона, помимо фото, снимал видео, в том числе на дрон. И получился такой прекрасный фильм «Рязанская область», да, который уже некоторое время существует в поле зрения широких масс. Вот расскажи, пожалуйста, о том, какие цели достигнуты тобой благодаря тому, что ты продемонстрировал людям. Как ты считаешь, как живет твой фильм? Наверное, начну с самого начала. Как он родился? Родился-то мы уже все знаем, да, то есть спонтанно. За счет того, чтобы было большое количество выездов, собрался достаточно большой архив видеоматериалов. И вот, дабы не пропадать, надо было что-то сделать, сделали, получилось вроде бы как получилось нормально. Что в итоге? То есть с этого момента прошло уже достаточно большое количество времени. То есть сейчас уже прошел год с момента презентации. Что за этот год я увидел и что я получил? Точнее, я продолжаю получать. Что на самом деле очень приятно, безумно греет душу, потому что количество комментариев, которые люди пишут, и качество этих комментариев имеется в виду. То есть это не просто спасибо здорово, да, а это достаточно развернутые комментарии с какими-то пожеланиями, с какими-то рассказами о своей родине, там, где люди живут. То есть действительно это позволяет задуматься о том, что да, ты на правильном пути, и это людям интересно. Поэтому я считаю, это нужно продолжать, это нужно развивать. Нужно обязательно показать людям продолжение, нужно снять это продолжение. И продолжение это должно быть таким, чтобы мы захватили и другие районы области, которые, к сожалению, не попали в эту часть фильма, в первую часть фильма. Поэтому и в этом направлении, безусловно, я не оставляю надежды, что у меня получится в ближайшее время начать уже этот сбор. Потому что, безусловно, для этого необходимо, опять же, для этого нужно планирование, нужно время, нужны какие-то дополнительные силы, ресурсы и так далее. Но, опять же, как я сказал чуть ранее, имея тот арсенал техники, имея тот опыт, который у меня уже есть, я думаю, он мне позволит в дальнейшем, наверное, получить результат не хуже того, что было в предыдущей серии. Поэтому сейчас задача уже ясна, ясно, что нужно делать. Мы понимаем, куда нужно нацелить свой фокус для того, чтобы получилась та картинка, которую люди хотят увидеть. Поэтому, безусловно, буду продолжать, буду стремиться сейчас создать некий такой сценарий внутренний для себя, чтобы потом в дальнейшем этому сценарию следовать. Так что не буду говорить о том, что в этом году у меня там что-то получится, но буду стремиться идти дальше. И, кто знает, может быть, в следующий год мы уже что-то и увидим. Это же колоссальная работа в плане еще и того, что даже выбрал точку, и надо не единожды на нее приехать, чтобы поймать правильный свет, чтобы сложились погодные условия, если я правильно понимаю. Да, 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 совершенно верно. Это колоссальная работа, это работа, которая требует знаний и какой-то внимательности. Поэтому здесь не хочется тратить лишнее время на то, чтобы просто кататься на одно и то же место по несколько раз. Поэтому здесь нужно четкое планирование. Поэтому сейчас в данном случае я вот к этому буду подходить очень тщательно, буду планировать все заранее, чтобы, скажем так, за более короткий промежуток времени мы получили уже какой-то готовый результат. Кадры из фильма, которые, надеюсь, наши телезрители смогут увидеть, волшебные. Мы много говорили об этом фильме в прошлом году до твоей презентации, на презентации присутствовали. Но они позволяют даже вот людям, которые долгие годы, всю жизнь живут в Рязанской области, увидеть свой регион другими глазами. Будто бы это кадры вообще из какого-то, из какого-то тревел-канала. Я, как человек, который выезжал с тобой на подобные съемки, пока у тебя был фотоклуб поистока, могу сказать, что это очень сильно заряжает и заражает красотой, желанием выезжать. Но при этом, как думаешь, появится ли у людей, благодаря твоим фильмам, какая-то любовь к собственной родине, особенно в условиях нынешней ситуации, когда никуда нельзя ездить? Может быть, это еще и повлияет на то, что повнимательнее относиться начнут к собственным местам, потому что с этим у нас проблема. Да, с этим у нас есть определенного рода проблема, как в экологическом направлении, так и в плане знания даже собственного региона с точки зрения каких-то туристических достопримечательностей, природных достопримечательностей. Здесь, опять же, анализируя все те комментарии, всю ту обратную связь, которую я получаю от своих подписчиков, от зрителей, я вижу, я чувствую то, что люди действительно удивлены. Отчасти удивлены тем, что они видят привычные для своих глаз места, но под другим углом. И вот здесь как раз начинается некая перестройка внутренних ощущений человека и внутреннего восприятия места, где он живет. И здесь, безусловно, дает какой-то осадок, осадок для человека в плане того, что он же в уникальном месте живет. И, безусловно, это некий, наверное, посыл самому себе, что, коль я живу в таком удивительном месте, зачем тогда нужно действительно что-то сделать для того, чтобы сохранить его. Это первый момент. А второй момент, то, что я безумно был рад, я был безумно счастлив тому, что некоторые кадры из фильма, они стали неким триггером для многих людей. То есть люди, которые посмотрели фильм, мгновенно отправились в те места, где эти съемки происходили. И я получаю оттуда фотографии. То есть, вот, Олег, благодаря вам мы поехали. Действительно, это очень приятно, это очень круто. И если мы, имеется в виду та часть сообщества, которая занимается тем же, чем и я, мы начнем более, наверное, активно позиционировать Рязанскую область как область, которая действительно богата разным видом достопримечательностей, культурных объектов, природных парков и так далее, то, я думаю, это будет хорошим, наверное, дополнением к тому, что Рязань не просто так включили, да, там, большое золотое кольцо. Поэтому я считаю удачным первый опыт и во всех отношениях, да. Поэтому, я думаю, вот поэтому нужно продолжать. А я от лица своего, и я думаю, многие ко мне присоединятся, хочу сказать спасибо за то, что ты и под таким красивым углом показал наш регион, что гордость, и мягко вплел вот эту экологическую тему, чтобы подсказать, может быть, кому-то, кто не задумывался о своей ответственности перед нашими местами. Да, и здесь важно заметить следующий момент, то, что проблемы и красота, как правило, они идут параллельно друг к другу. Абсолютно любое место, вот все те места, которые я посетил, в каждом из этих мест я увидел экологическую проблему. Везде. То есть, да, я не показывал этого, может быть, так глобально, но в какие-то моменты действительно это важно, это важно на это обращать внимание. Так что продолжим. Следующая большая тема, которая связана с твоим творчеством, это воздухоплавание. Да. Тоже нашим телезрителям и горожанам ты известен как человек, который снимает воздушные шары и те же пейзажи с воздушных шаров. И уже ты стал, можно сказать, визитной карточкой Федерации воздухоплавания и все твои снимки. В этом году какие планы у воздухоплавателей рязанских и у тебя в частности? Ну, на самом деле-то у нас планы, как правило, всегда грандиозные. То есть мы, я имею в виду Федерация, мы хотим развиваться, развиваться дальше, больше, лучше, шире, красочнее, во всех отношениях развиваться. То есть начиная развитие от наших воздушных судов, которые мы используем, развиваться в плане качества предоставляемых, вот этих вот зрелищных мероприятий, проводимых мероприятий, соответственно, развитие в плане обучения новых пилотов. То есть это тоже очень важная тема для нас, и поэтому мы сейчас активно-активно, скажем так, занимаемся обучением. Ну, точнее, как сказать? Куете кадры. Куем кадр, да, совершенно верно, правильно, Марина. Поэтому, я думаю, будущее это достаточно хорошее, и если все будет складываться так, как мы задумали, как мы запланировали, то, я думаю, фестивали воздухоплавания, которые мы проводим на ежегодной основе, они также будут продолжаться, наших гостей, я имею в виду, потому что два года мы, получается, проводили фестиваль, но, к сожалению, за закрытыми дверями. Поэтому, да, этот год мы очень сильно надеемся, что это пройдет на радость всему городу, и все увидят. Без ограничений. В прошлом году мы примерно, ну, чуть пораньше, в апреле, встречались с тобой, как раз, когда вы готовились летать над половодием. К большому счастью и радости всех рязанцев и, я думаю, воздухоплавателей, в этом году половодие тоже было на радость. Вот в этот раз как удалось полетать над Рязанским морем? Да, на самом деле, нынешнее половодие, которое у нас было, оно было более, наверное, сильным, оно было более полноводным, нежели чем в том году. Уровень воды поднялся, там, более чем на 60 сантиметров по отношению к прошлому году, что, безусловно, позволило нам насладиться действительно вот этими масштабами, масштабами рязанской поймы, масштабами вот этой водной поверхности, которая залила практически все, да, вот все, что вот мы видим в ближайших окрестностях, да. И на самом деле нам повезло отчасти и с погодой, да, нам повезло с погодой. У нас получилось сделать большое количество полетов, мы сделали очень много, собрали очень много материала, материала уникального, я считаю, потому что мы смогли запечатлеть практически все состояния, да, то есть от начала и до завершения. То есть вот как раз буквально несколько дней назад мы совершили еще один полет, где увидели, наверное, историю земли рязанской, да, как говорит наш дорогой, любимый Лев Борисович. То есть мы увидели историю, историю, которую не видит, наверное, никто. Что я имею в виду? Это то, что после половодия, после того, как вода у нас уходит, оголяются поля, и вот эти поля показывают меандры. Меандры – это старые руслы рек. То есть слово меандры, может быть, слышали многие, но мало кто их увидел. Вот так вот мы собрали большое количество материала, скоро мы будем публиковать, мы скоро это все покажем обязательно, потому что кадры действительно уникальные. И самое главное то, что это очень красиво, особенно когда это на закатном солнце, либо на рассветном солнце, то есть это уникальные кадры. Рисунки на земле такие природные. Да, это получаются природные рисунки на земле, которые были созданы несколько миллионов лет назад. Да, хотелось бы напомнить, каждый раз, каждый год мы рассказываем о том, что воздухоплавание – это не только красиво и зрелищно, но еще и научные функции преследуют. Да, безусловно. Сотрудничают, да, воздухоплаватели наши с Рязанским государственным университетом, и вносят неоспоримый вклад в изучение ландшафтов, истории нашей земли. Поэтому помимо волшебства еще и научная функция. И хотелось сказать о том, что прибавление в нашей рязанской семье, то есть появился еще один шар, который тоже наверняка будет участвовать в фестивале. И насколько это хорошо? Получается, что федерация развивается, не стоит на месте? Да, о чем я и сказал. То есть мы сейчас стремимся вкладывать все, что она, все свои силы, все свои знания в развитие. Потому что чем больше будет нового, чем будет больше красивого, тем будет более понятно, что да, федерация жива, федерация развивается, федерация есть, она никуда не собирается уходить. Поэтому да, мы в этом сезоне, мы начали новый сезон, вот как раз протестировали, сделали несколько тестовых полетов нового аэростата. Вот теперь, да, в нашей семье воздухоплавателей в нашем парке появился дополнительный аэростат, да, красивый, яркий, под названием Антарас. Вот теперь он будет летать и также раскрашивать небо Рязани. Олег, надеюсь, в этом сезоне будем видеться часто и рассказывать нашим телезрителям, приоткрывать за кулисье ваших творческих, ваших, я имею в виду, тебя, твоей команды, тех людей, с которыми ты взаимодействуешь. Увидимся. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Пока. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова